Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской атомной электростанции в студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Тактика специальное учение на станции. Смоленская АЭС успешно прошла проверку Ростехнадзора. Просто о сложном. Образовательное событие – безопасный атом. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 2560 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Турбогенератор номер один первого энергоблока находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 21 день сентября составила более 1,1 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 196 миллионов. С начала года выработано более 14,7 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана 527 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС состоялась тактика специального учения по отработке взаимодействия сил и средств атомной станции, аварийно-спасательного центра «Экоспас», пожарно-спасательной части номер один при ликвидации последствий условной нештатной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов. Согласно сценарию учений, персоналам цеха обеспечивающих систем было обнаружено раскрытие сварного шва мазутного резервуара пускорезервной котельной Смоленской АЭС и аварийный разлив мазута. Возникла условная угроза попадания нефтепродуктов в промливную канализацию, очистные сооружения с дальнейшим загрязнением водохранилища. В ходе учений была проведена система оповещения всех участников тренировки, готовность аварийно-спасательной техники, взаимодействие и правильность действий персонала Смоленской АЭС, центра «Экоспас», пожарно-спасательной части. В итоге условный разлив нефтепродуктов был оперативно локализован при помощи специальной техники и оборудования. По завершении учений штаб, созданный для координации и взаимодействия участников учений, проанализировал правильность, последовательность, согласованность действий, соблюдение требований безопасности и охраны труда. Тренировка прошла успешно, цели тренировки достигнуты, замечаний практически нет. В дальнейшем будем работать по оттачиванию, по доведению этих действий до автоматизма и с ротацией персонала, чтобы мог участвовать персонал различных смен и все имели представление о действиях в такой ситуации. Тактика специальной учения регулярно проводится на Смоленской АЭС и является неотъемлемой частью обеспечения его безопасной эксплуатации. Их цель – отработка правильных действий по защите персонала и населения, проверка эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций и готовности противоаварийных формирований к устранению ЧАЭС. 18 сентября на Смоленской АЭС завершила работу Комиссия Североевропейского Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора. Эксперты проверили соответственно требованиям федеральных норм и правил при организации безопасной эксплуатации специальных грузоподъемных механизмов, паровых и водогрейных котлов. Как отметил в завершении проверки руководитель комиссии Игорь Соколов, Смоленская АЭС надежно эксплуатирует проверяемое оборудование, выполняет все требования по поддержанию его в безопасном состоянии. Уже целый год на базе дошкольного образовательного учреждения детский сад Мишутка функционирует развивающий центр открытия, являющийся региональной инновационной образовательной площадкой, в которой малыши узнают много нового и получают ответы на свои почему. 14 сентября на базе площадки состоялось образовательное событие «Безопасный атом», посвященное значимой для всех атомщиков ДАТИ – 75-летию атомной промышленности. На главный вопрос занятия, который задали ребята еще в самом начале «Почему же атом мирный?» ответили воспитатели Нинель Бостовенко, Татьяна Никицова и учитель-логопед Ирина Полазенцева. Опытным педагогам не впервой говорить с дошколятами на сложные порой даже для взрослого человека темы. В ходе занятия малыши сами рассказывали, какой же бывает свет, для чего нам нужно электричество и откуда оно берется. После дискуссии и просмотра презентаций атомная зарядка взбодрила и повеселила юных почемучек, а также настроила на самое главное – получение новых знаний. Узнавая о пользе атома, дети совместно с воспитателями создали модель мирного атома, на которой разместили иллюстрации 11 сфер применения достижений атомной промышленности для пользы человека. «Дети познакомились с использованием безопасного атома в различных сферах человеческой деятельности. Мы пытались сегодня донести до детей, что атом бывает мирный и безопасный». Инновационный центр направлен на популяризацию среди детей научно-образовательной, технической и творческой деятельности. Центр состоит из пяти зон детской активности. Космические открытия, географическое общество, конструирование и робототехника, мини-лаборатория Любознайка, жар птица. Занятия формируют у детей не только представления о космическом пространстве, о взаимосвязи человека, природы и космоса, о многообразии жизни на нашей планете, но и развивают интерес к атомной промышленности, формируют достоверные знания об экологической безопасности атомных станций, ориентируют воспитанников на инженерные специальности в будущем. 24 и 25 сентября в поликлинике для взрослых будут вести прием аллергологи-иммунологи Института иммунологии ФМБА России бесплатно. Необходимо предварительно записаться на прием взрослым в кабинете 106, телефон 72613, детям у педиатра. При себе иметь паспорт – полис ОМС. 24 сентября в столовой АБК второй этаж пройдет выставка продажа кулинарных и кондитерских изделий, посвященная 75-летнему юбилею атомной промышленности. 28 сентября в день работника атомной промышленности с 17 до 22.00 пройдет телемост «Перекличка городов». Прямая трансляция на сайте atom75.ru и телеканале «Россия-24» будет идти одновременно из 25 атомных городов и центральной студии у здания госкорпорации «Росатом» в Москве. В этот день в 19.00 на площади около администрации пройдет праздничный концерт. Приглашаем всех жителей и гостей города. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской атомной электростанции. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте «Росэнергоатом.ру», а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассника, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин